Самое сложное в той работе, которую делаю я, если её так можно назвать, это смотреть долгие видосы. Но ещё сложнее смотреть долгие видосы Данте. А ещё сложнее, когда вы не регистрируетесь на мой никнейм на Arizona RoleplayFenix. IP на данный сервер, как бы, он находится в описании, и, типа, ну, всё находится именно там. И мой промокод NoToxic54 находится в описании. В общем, всё находится в описании, вы сами всё это знаете. Давайте перейдём к просмотру самого вот этого всего видеоролика, и всё, посмотрим, всё сделаем, всё будет классно и круто. Читеры ещё в школе, видос Данте. Сервер только начинает просыпаться. Ну, а я уже зашёл под админку и собираюсь за всеми последить. Только не забудь поставить лайк и подписаться. Сейчас у нас на сервере прям самое раннее утро, и я думаю, что это самое время для читеров. Или же наоборот, эти читеры ещё не пришли домой. Это сайт Ависа. Ависа, Ависо, да, вот это вот. Деньги за... 5 рублей вот эти вот, 11 рублей вот эти вот, 20 копеек. Это реальный день, который вы можете заработать, там, знаете, я не знаю, скорее, зрение про сайте на очки больше потратить, чем, блядь, заработаете на Ависо. Небольшие задания. Например, посмотреть видео на Ютуб или вступить в группу в... Вот вы знаете, самперы, они постоянно топят против того, чтобы там, знаете, накрутки никакой не было, типа, когда накрутка у кого-то появляется, фу-фу-фу, ужас, как так можно, блядь. Сами вот этот вот сайт Ависо, на котором, блядь, накруткой фактически занимаются, блядь, они это всё рекламируют красавцы, они реально лучше. Они делают выводы на все популярные кошельки, поэтому проблем с этим не возникнет. Обязательно заходите на этот сайт и попробуйте заработать. Попробую, конечно, нет проблем. Но только после того, как мы последим за сервером. Давай последим за серверком. У нас сейчас чуть больше... А, не, охуительно, реально, Данте, Биг Смоук, что-то, наверное, общее есть. Тут вообще, блядь, какой-то другой чел, хуй знает, кто это, блядь. Реально, Данте, заебись. 500 онлайна на сервере, админов буквально 5 человек, и то, если не считать меня и Эрнеста, ютубера, то всего 3 человека. Посмотрим, что пи... А если считать, то 5 человека, хуеть. Что-то в репорт. Что ж пишут. Перевернулся. Так, ну тут действительно парень перевернул свою машину и ждет, пока админы его спасут. Готово. Как открыть инвентарь без лаунчера? Помогите, застрял. Так, здесь мне интересно, как этот парень застрял, потому что он просто находится в воде, и он спокойно может доплыть до берега и как бы из него вылезти. Только единственное, у него машина под водой. Странно, что она у него не зареспавнилась, но ладно, сейчас, короче, мы ее достанем и поможем вот этому пареньку, который до сих пор там плавает. Спасибо. Последим сейчас за игроками первого уровня, потому что, конечно, чаще всего читерят именно новички, поэтому их стоит всегда просматривать. Всегда просматривать. Новичок ведет автобус. Навального, допустим. И, смотрите, он только что взорвался. Ничего не понял. Подозрений нет. Когда следишь за новичками, можно всегда найти что-то интересное. Ну, читака, например, да. Здесь, я так понимаю, игрок подключил рак бота, потому что его можно слапнуть, и он застрянет в воздухе. Бан за чит. Так, тут, смотрите, у нас в кустах спрятался бомжик и просит деньги. Мне интересно, зачем он сел вообще в эти кусты, потому что, как бы, просить деньги не запрещено. Но видно, что он здесь специально спрятался от кого-то, я не знаю, ну, ладно. Дай, Баня, не будем его. Пусть сидит здесь. Дай, пусть сидит реально. Маме, пожалуйста его. Деньжат. Поступила жалоба вот на этого игрока, что... Жалоба, как твоя, моей маме, да? Он текашит. Кстати, да, в киллисте мы можем увидеть, что он это действительно делал. Не, он это делал, как ты моей маме жаловался. Здесь еще и вот этот вот паренек также застрелил только что своего коллегу. Так, видим, да, он здесь стреляет. Да, да, ты пожалуйся маме его. Ну, просто так. Просто так, реально. Маме его, пожалуйста. Дальнобойщика. Сейчас он просто стреляет в воздух. Ну, стреляет в одну маме, пожалуйста. Че он воздух стреляет? Второй чел, смотрите, перед... Маме воздуха, пожалуйста. Стреливается с... Второму челу, пожалуйста, его маму. С деком, да, и стреляет по челу, который в АФК. По маме не стреляй, главное, блядь. И он его убил, кстати. Он его убил, пожалуйста, на него за это. Маме его... Офигеть. Давайте посадим его на 60 минут по причине... Так лучше бы маме ты, пожалуй, че, блядь, уже садить начал людей. ДМ, потому что че он просто так демил какого-то челика. Ну, нет, да не, маме, пожалуйста, его лучше поможет. Он просто стоял АФК-шел. Пусть, короче, посидит. Ну, пусть посидит, подумает реально. Жалуется так же и на этого водить. Да, как ты маме жалуешься, да, блядь. Пусть посидит, блядь, что он демит и дебэшит. Понаблюдаем сейчас за ним. Да, да, да. Да, понаблюдаем, блядь. Ты за собой бы лучше наблюдал, кому ты че пишешь. 91 левел. В принципе, это возможно, что он действительно демит, потому что... Ну, похуй, да, уже. Навсегда маме, пожалуйста, все отлично будет. Сейчас особо нечего на сервере. Кроме как маме жаловаться, да. И таким вот образом он сейчас себя может развлекать. Ну, пусть, блядь, развлекает, когда мам чужим пишет. Нет, он просто по дороге встретил челика и решил его подвезти, поэтому... Ну, все тогда. Ничего, маме не жалую силу. Так, вот здесь, смотрите, вот этот вот механик жалуется на... Маме. ...вот этот гелик. Он говорил, что этот гелик с ковшом хотел их задемить. Капец тебе, Маугли. Маугли твой ба... Так, ну этого парня никто не... Маме, пожалуй, или папе, пожалуйста, вот уж, блядь. Вставлял вот такое писать, поэтому... Получает мут на 300 минут. Красава. Ну, нафиг, Димарган. Ну, да, почти, почти Димарган. Почти Димарган, да маме, пожалуйста, просто, и все, никаких Димарганов. Смотрите, что я заметил здесь. Че ж ты заметил-то? Этого игрока зовут Алексей Чучко. Навальный. А также, как мы видим, по его айпишнику найден еще один человек. Офигеть. Александр Чучко. Че ж это значит-то? Это может быть... Блядь, лагает, пиздец. Маме, пожалуйста, на то, что лагает. Еще один человек. Александр Чучко. Угу. Это может быть, конечно, странно, что... Александр. Двое человек играют с одного айпишника, потому что мы видим... Может, общага там. Ну, Маме, пожалуйста, в любом случае. Один здесь катается на ферме. Другой Маме жалуется. Твой там на ЖДЛС бегает. Но я предлагаю в этом убедиться. Давайте их тпхнем еще. Давай тпхнем, реально, спросим. Алексея сюда тоже. Вот они. Давай Маме пожалуемся, реально. Добрый день. Здрасте. Вы братья, если не секрет? Да. Да. У вас просто один айпи. Вы вдвоем прям рядом играете? Да. Да. Блин, вот это, конечно, прикольно, ребят, согласитесь. Два таких брата сидят, наверное, в одной комнате. Между нами метр. Маме их, пожалуй, если мама-то одна будет. Я бы так хотел тоже играть со своим братом в самп вдвоем. У тебя брата нет, да? Находясь в одной комнате. Да бы Маме жаловался на него. Метри друг от друга. Извините, что отвлек. Здесь у нас похожая ситуация, только вот на этом айпишнике этого игрока играет сразу три человека. И что самое интересное, давайте посмотрим. М520-й. Он, мы видим, активный. 276-й. Да, конечно, может пассивный там, может он маме вообще жалуется. Стоит вот здесь вот около отеля Джефферсон. И еще один парень. Маме жалуется, наверное, да. Развозит людей. Пишет там уже. И на такси, и как бы тоже активный игрок. Мне сейчас тоже очень интересно, давайте их прям троих тпхнем и спросим вообще, почему у них один айпишник. Привет. Почему у вас один айпи? Вместе играем. Доказать. Ков Дискорд. Здорово. Здорово. Привет. Что, вы втроем играете прям? Да, втроем. Да, мы тут втроем. А в чем проблема-то? Я сейчас тоже встретил двух братьев, походу. Они тоже вдвоем играют в одной комнате. А как? Просто я с телефона, а он с пика. Мы так втроем. А вот третий парень, который тут рядом тоже, я втпхал. Какой там? А мы на его телефон снимаем сейчас. Снимаете? Что снимаете? Ну просто, блин, ты блогер, мы в шоке просто. Прикольно. И что делаете? Какой блогер? Он в маме вашу пожалуется и все. Обычно так втроем, в общем, в сампе. Играют. Пробращаемся. Вот это вопрос, у меня стою и дуть, но я, что втроем делаете в сампе, ебутся, блядь, пиздец. Сейчас работаем. Прикольно. А давно играете? Нет. Блядь, интервью Юрия, Дудя, давайте скипнем. Давайте, ребят, все, приятной игры тогда. Спасибо. Удачи, брат. В этом плане у нас сегодняшний ролик максимально прям необычный. Реально. В интервале буквально в 5 минут мы 2 раза в... Просто о чем ролик? Вот я не представляю, о чем их ролики? Они просто заходят на сервак, просто админат и за это смотрят 31 тысяча просмотров. Это дохуя. Мне нужно, блядь, 31 тысячу роликов выпустить, чтобы у меня столько, блядь, просмотров было. У него на одном ролике столько, я не понимаю, что в этом такого. Можете тоже админку попросить сидеть, да, да, хуйней заниматься. Пиздец. Встретили друзей, которые вместе играют в самп, сидя у кого-то, не знаю, например, в гостях дома или просто это братья, которые вместе живут. Или сестры там, да, типа. Ну и для меня это оказалось, естественно, необычным, потому что я так никогда... У тебя брата нет, конечно. Самп максимум по кайпу, по дискорду и даже когда-то это было с домашнего телефона. Так, здесь смотрим, какой-то рифовец обстреливал только что невинных граждан. Ну или граждан. А зачем это дело, я не очень понимаю, хотя, возможно, они сражаются сейчас за деревья. Зачем дэмите? Это же не твои деревья. Я не дэмил. Они сами нападают. А ты застрелил и украл их деревья. Ладно, расскажу сначала. Я приехал сюда и начал воровать деревья. Они меня убили. Потом я приехал и убил их. Потом они опять приехали. Я их убил. И сейчас рублю деревья. Давай я его тпхну сюда, и вы уже поделите деревья. В общем, парень, которого убили, он сейчас оффнулся, и если он сейчас перезайдет в игру, я его тпхну. Думаю, дерева здесь хватит, чтобы их разделить на двоих и все, никого не сажать в ЗДР. Следующий игрок, за которым я слежу, это работник пиццерии. Скорее всего, мы понимаем, что он выполняет квест, потому что... Или он читер, да, там, какой-нибудь жесткий. Второй уровень только. Но, что самое интересное, развозит пиццу, как мы видим, он в Лас-Вентуросе. Хотя, конечно же, легче было доехать ему от квестового персонажа до пиццерии Лос-Антоса. Как его сбили. Я лично знаю бота, который работает только в пиццерии Лас-Вентуроса, поэтому сейчас нам надо его проверить. Давай проверим его, реально. Очень странный никнейм, поэтому я его замажу. Дима Ниггер. Ответ в Б. Да. Ладно, значит, в своем подозрении я ошибся. Как вы знаете, ребят, я очень люблю ночные админские будни... Подозрение, я ошибся. Как вы знаете, ребят, я очень люблю... Жаловаться мамам, блин. ...в ночные админские будни, заходить в середине ночи, следить за читерами, следить за игроками. Середина ночи, это сколько? Шесть утра? Ну и утром оказывается, что тоже бывает достаточно лампово и интересно понаблюдать за игрока. Вообще, блядь, настолько скучно, это просто, блядь, лови, нахуй, блядь, заслуги. Просто такая хуйня, 45, блядь, адекватных людей, я в ахуе. Кто 3200 человек, кто это такие, блядь? Я не знаю просто. Так что, возможно, если вы поддержите это видео, то на моем канале будут выходить, помимо ночных, еще и утренние. Блядь, еще больше такой хуйни. Я столько уже, блядь, больше не выдержу, извините меня, блядь, я просто, я больше уже, блядь, просто не могу. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я надеюсь, что больше мне такого смотреть не придется, и я просто, я в шоке от того, что это хоть кто-то смотрит, хоть кому-то это вообще интересно. Я не знаю, как такое можно смотреть. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока и всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok